Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рассчитываю на то, что будет увеличиваться это количество в ближайшее время. Люди этого хотят, и вы тоже на этом настаиваете, это совершенно правильно. Поэтому количество скверов будет увеличиваться и будут появляться новые рекреационные зоны. Я хочу сказать, и это звучало уже в репортажах, в том числе и телекомпании, в которой я сейчас нахожусь. Здесь существует идея в новом генеральном плане заложить идею о доступности Енисея. То есть вдоль Енисея, вдоль всей набережной Енисея, и левого берега, и правого берега, создать зеленые зоны для того, чтобы горожане могли отдыхать у реки, заниматься физкультурой и спортом, создать зоны тихого отдыха для людей, которые приверженцами являются этого отдыха, для прогулок, для велосипедных и роликовых дорожек и так далее. Поэтому скверы строятся, наверное, надо строить больше, в чем я с вами согласен, и будем этим заниматься. Ну вот по поводу тех деревьев, которые уже существуют в нашем городе. По-моему, вы первым из наших городоначальников подняли проблему вот этой безобразной обрезки деревьев, когда они просто под ноль, под пень обрезаются. Это считается вот санитарная обработка или как у них там называется? У нас есть, по-моему, даже и картинки, я попрошу режиссеров показать, если есть. Да, это просто, на наш взгляд, пеньки. Мы уже устали делать такие сюжеты, и слава богу, что вот хотя бы вы обратили на это внимание. Скажите, пожалуйста, а что вы планируете в этом направлении делать? В ближайшее время будут утверждены правила обрезки деревьев, правила содержания зеленых насаждений на территории города, где будет указано, какие породы деревьев как могут обрезаться, и в случае, если обрезка будет выполняться не по правилам, то это нарушения с соответствующими санкциями. Кроме того, будут откорректированы санкции за снос, незаконный снос деревьев. Почему? Потому что, как уже звучало, в городе у нас не хватает зеленых насаждений, и в этой связи каждое дерево, каждый куст, каждое зеленое насаждение для нас должно быть особенно дорого. И в этой связи штрафы за незаконный снос зеленых насаждений, компенсационные, различного рода компенсационные платежи, в моем понимании, должны быть существенно увеличены. Что насчет пальм, извините? Мне кажется, как-то недолюбливаете вы их, в отличие от вашего предшественника. Они исчезают с наших улиц, это хамшик речь. Не правда, я не права? Не знаю, где-то вы не по тем улицам ходите. Все пальмы выставлены, все пальмы, те, которые... Все как одна, все на месте. Все стоят на улицах города, они уже стали нашей достопримечательностью, как и туи, которые тоже стоят. Будут они, будут, не будете отражать их. Поэтому пальмы, туи, это обязательно должно быть. И они должны обслуживаться, храниться в зимнее время в оранжереях и выставляться на улице города. Скажите, а у меня тогда еще вопрос. Еще одна достопримечательность, это вот наши замечательные там слоны и жирафы, да? То есть цветочные вот эти скульптуры, которыми очень восхищаются. У вас какое отношение? Будете продолжать вот это, скажем так, эту линию? Или достаточно тех, которые у нас есть? Вы знаете, я являюсь сторонником того, чтобы посоветоваться с горожанами лишний раз. Не стесняюсь этого делать, считаю, что это далеко, совершенно не зазорно. И в принципе мы город должны обустраивать вместе. Все горожане должны вместе высказываться о том, что делать, что правильно, что неправильно. А власть должна исполнять эти решения. Поэтому я думаю, что те фигуры вертикального озеленения, о которых вы говорите, и другие возможные, новые формы благоустройства, озеленения, они должны быть, что называется, поддержаны горожанами. Поэтому все то, что поддерживается горожанами, будет делаться. Понятно. Вам лично они нравятся? Личные ваши отношения? Какое к ним? Я считаю, что это очень оригинальные и интересные фигуры. Меня не нравится. Понятно. Хорошо. А вот тогда еще перейдем, наверное, к городку Накача. Потому что тоже это одна из таких старых достопримечательностей. У нас видео есть. Зрители, которые нам звонили и задавали вопросы, у них, конечно, они расстроены очень сильно. Многие вообще считают, что потерял уникальность этот городок. И вообще там невозможно с детьми гулять. Вы там лично были, видели, что вот сделал подрядчик и ваше отношение к этому? Да, я был на этом объекте. Хочу сказать, что не считаю, что утрачена какая-то оригинальность. Но с другой стороны, есть целый ряд серьезных замечаний деятельности подрядчика, которые необходимо устранять. Я согласен с жителями, которые говорят, что горка не может стоять на брусчатке. Горка должна так быть смонтирована, чтобы ребенок не травмировался. То есть это должен быть либо песок, как сделан на набережной, когда ребенок, скатываясь с горки, значит, не травмируется. Либо резиновое покрытие, как это сделано в парке 1 мая, имени 1 мая. Поэтому сейчас выдано предписание для того, чтобы внести соответствующее исправление. Там даже вот, насколько я понимаю, недавно случай был, что даже вот эти крыши сорвало, да? То есть вопрос именно к качеству работы. Крепление крыш тоже вызывает, так сказать, вызывает вопросы, поэтому выданы соответствующие предписания, чтобы внести, так сказать, эта ситуация была поправлена. Но мы должны понимать, что все-таки был очень серьезный ветер в тот день. И действительно поломало много деревьев, и, значит, были оборваны провода, поэтому стихия есть стихия. И в этой связи, конечно же, в стихию дети не должны гулять в детском городке. Это должно быть понятно и родителям, и нам с вами. Но, с другой стороны, я согласен с вами, что, значит, надежность конструкции должна быть обеспечена. Стоимость еще 46 миллионов, последняя цифра, если я не ошибаюсь, правильно? И зрители спрашивают, неужели вот то, что там сделали, это стоит 46 миллионов? Да, это стоит 46 миллионов. Эта стоимость экспертировалась, есть заключения соответствующие. Поэтому я думаю, что я должен успокоить здесь зрителей. Это действительно так. Давайте продолжим уже тогда детскую тему. Садики подорожают, пишут нам наши зрители. Дело в том, что, напомню, поменялся закон об образовании с 1 сентября. Если раньше в старом законе была пометочка, что мы, родители, платим не больше 20% затрат на ребенка, вообще полностью этих затрат, то теперь этой пометочки нет. Получается, не получится ли так, что мы будем платить все 100%? Очень беспокоятся наши зрители, потому что закон кажется таков. Что вы скажете, есть ли у нас деньги для этих компенсаций? Стоимость, величина родительской платы за ребенка в детском саду зависит от политики, которая будет проводиться регионом в этом отношении. Есть четкая установка губернатора края, Льва Владимировича Кузнецова, о том, что стоимость, ничего радикально не должно измениться в величине родительской платы за посещение муниципального детского сада. И хочу ответственно заявить, на 2013 год никаких корректировок бюджета, которые бы меняли эту стоимость, не производилось, и я уверен, не будет производиться. И точно так же при формировании бюджета на 2014, 2015, 2016 годы никаких установок со стороны губернатора на этот счет не поступало. Поэтому я уверен, и я полностью поддерживаю эту позицию, что те подходы, которые были заложены при формировании родительской платы, они должны сохраниться. И деньги на датирование разницы, на субсидирование деятельности детских садов должны заложены быть в бюджете. Понятно. Скажите, пожалуйста, такой неожиданный вопрос личного характера. Вот лето – это такой традиционный период отпусков. Мы видим, что вы работаете, работаете усиленно, даже вот ночью. И у меня вопрос – отдыхать-то вы планируете в отпуск? Ну, я думаю, что этим летом не удастся серьезно отдохнуть. Может быть, там на несколько дней куда-то только выехать здесь, по краю. Это связано с политическими событиями, которые предстоят по выборам депутатов городского совета. Как вы знаете, я делал заявление в отношении того, что я считаю, что обязан принять активное участие в данных выборах. И не потому, что мне надоело работать мэром, потому что я считаю, что моя задача еще раз сейчас на нынешнем этапе обсудить те подходы к решению городских проблем, которые должны быть реализованы администрацией города и городским советом. У меня есть понимание тех решений, которые должны приниматься городским советом. Я рассчитываю, что я должен об этом высказаться для того, чтобы узнать мнение людей на предмет того, как они относятся к тем предложениям, которые я высказываю. И в этой связи я принял для себя решение, что я, как член партии «Единая Россия», буду принимать участие в выборах. Если мне будет поручено органами управления партии возглавить список или принять участие в качестве одного из участников списка от партии «Единая Россия», я обязательно это сделаю, потому что считаю, что партия «Единая Россия» это на сегодняшний день наиболее подготовленная структура, в которой сосредоточено большое количество специалистов, интеллектуально подготовленных, правильно, так сказать, интеллектуально обогащенных людей, которые готовы предлагать свои решения. Вот то предварительное голосование, которое проходило, оно показало, что очень много новых членов партии или людей, которые являются сторонниками партии, высказывают свои предложения по решению тех или иных городских проблем, будь то проблемы ЖКХ, ремонта дорог, экологии и так далее. Поэтому считаю, что это очень правильно открытый диалог с горожанами, всех тех людей, кто принимает участие в выборном процессе. В общем, никакого отпуска. Без отпуска. Но мы с Настей каждый выходной видим вас на столбах. Вот я отдельно видела. Идем вверх, а вы уже спускаетесь вниз. Я не знаю, подождите, мы не считали, мы несколько раз видели. Но мы очень часто вас видели там. Видимо, очень похожие люди. И нам кажется, что... Нет, 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 не надо. Нам кажется, что вы ведете очень активный образ жизни, по крайней мере, нам так кажется. Поэтому у нас для вас подарок, Настя. Да, у нас подарок, он такой тематичный, видите, зеленого цвета. И в прошлом году мы просто поняли, что вы на самом деле любите проводить время на свежем воздухе из столбы. А у нас будет в субботу фестиваль «Зеленый», на котором вы в прошлом году были. Мы вас, конечно, приглашаем опять в субботу, 29 июня. Приходите, мы будем очень рады вас видеть. И там действительно будет интересно. Спасибо. Я считаю, что этот фестиваль, который вы организуете, это изюминка нашего города. Это действительно самодеятельное творчество красноярцев, когда люди, что называется, по собственному желанию, устремляются на остров для того, чтобы...